Всем привет! Сегодня, как всегда, в пятницу мы выходим в наши традиционные прямые эфиры. С нами Андрей, наш любимый стилист бренда и, ну, собственно... Да, и наш любимый дизайнер, без которого этого бренда бы не существовало. Очень рады вас видеть снова с нами. Сегодня мы поговорим о мужской коллекции. Да, то, чего все долго ждали. Я уже стою там вот кое в чем. Ну, кроме всего прочего, у нас сегодня будет очень интересный гость. Надежда Карпаница. Ну, она лучше расскажет о себе. Замануха – это бизнес-коуч, но со всеми остальными там немного разных направлений. Она и тотемами занимается, и эксперт по принтам. Я думаю, что она намного лучше расскажет сама о себе. Вот. А мы пока вот все присоединяются, не забываем о том, что, конечно, у нас сегодня есть подарки. Как всегда. Да. Какой у нас сегодня подарок? Сегодня у нас сертификат на 800 гривен. Каждый, кто досмотрит нас до конца, имеет возможность его получить. Как всегда, рандомно мы выбираем победителя среди наших людей, которые нас смотрят. Поэтому оставайтесь с нами, обещаем вам много интересного и приятный подарок в конце. Да. Ну и, собственно говоря, мы начнем. Надежда присоединится к нам чуть-чуть попозже. Кстати, вот комментируйте, есть ли у вас звук, хорошо ли нас слышно. И, кроме всего прочего, все эти люди, которые нас смотрят, которые хотят что-либо узнать, можете писать там, если вы сегодня не посмотрели. Можете, все абсолютно наши эфиры сохраняются в IGTV. И комментируйте, возможно, вы хотите что-то новое услышать, о чем-то еще. То есть мы каждый новый прямой эфир готовим, ну, так, чтобы вам было интересно. И, то есть, показать ей, что разогнаться тоже есть где. Вот. Сегодня я буду переодеваться. Да, наконец-то. Смена пажеского караула. Ну, собственно говоря, начнем с мужской коллекции. Я пока, вот, просто, наверное, поближе подойду. Конечно. Пару шагов. Такая вот туника. Я пока пойду переодеваться, Надежда расскажет, из чего она сделана и как она сделана. Туника была частью мужской, не частью, она и есть частью мужской коллекции, мужской капсулы, которая была представлена на Ukrainian Fashion Week на Fall Winter 2021. Вот. Я одел ее сверху черного, специально одел черный, потом расскажу, почему именно черный. То есть это, скажем так, более сейчас классический вариант. На самом деле ее можно носить по-другому, я потом покажу, как ее по-другому можно носить и с чем ее еще можно носить. Вот. Немного расскажу еще о колор-блокинге, поэтому смотрите и интересуйтесь. В общем, да. Я сейчас тебе ее отдаю. Да, парень. Прямо давно не было стратегиза. Такой интересный у нас сегодня эфир. Мы исправляемся. Отдаю, ты пока рассказывай, я пошел туда делаться. С изнанки выбернем. Это вот такая вот интересная вещь из кидмахера в одну ниточку. И вот видите, вот эти вот интересные рваности, они придают такой особый стиль изделию, он за счет этого выглядит очень необычно. И на самом деле вариантов, как носить эту тунику, множество. Ну, за счет цвета, за счет всего. То есть вот такая вот интересная работа. Вообще, у нас очень много интересных вещей из кидмахера. Кстати, можете еще на мне, пока Ви приодевается, покажу вам, увидеть наш новый кардиган, также из кидмахера. Вы помните, что у нас были разные варианты и модели из кидмахера подобных кардиганов, но они были длинными и не асимметричными. А вот эта вот модель, вот, несколько новая. Пока доступна только в одном цвете, который сейчас на мне, но, возможно, в будущем появятся и другие. Также у нас появилось много новых цветов ваших любимых кардиганов. Длина метр двадцать. Есть как очень сочные, светлые, так и более базовые, темные. Могу показать также вам их поближе. Вот, допустим, светленькие наши цвета выглядят вот так. Темненькие. Покажу потом. Покажу потом, потому что у нас наша модель вернулась. Да, смотрите, то есть вот это такого же плана туника. То есть только здесь я ее одел на голое тело. И так много интересней еще. Да, сверху можно одеть куртку. В принципе, на сегодняшнюю погоду, ну, куртку, конечно, желательно одеть. Сейчас, потом еще покажу еще с чем-то. Вот, на самом деле, вот, буквально несколько вещей, те, которые сегодня мы покажем. Потом будет еще один прямой эфир о мужских вещах. А вот, вот ее очень, ну, то есть она реально греет вот этот кидмохер. Это очень все плана. Да, да, то есть, несмотря на то, что нужно поближе подойти, да? Ну, конечно, продемонстрируем все красоты. Да. Вот, а я пошел дальше, еще что-то одел. А я потому, что темные цвета. Вернемся к кардиганам, о которых я начала говорить. Помимо светленьких, у нас также есть вот такие более базовые оттенки. Черный, вишневый, джинсовый, camel и темно-синий. Также могу вот поближе вам поднести, показать. Вот так вот. И напоминаю, что в честь нашего скорого открытия шоурума, нового шоурума, а состоится это событие радостное уже в июне, на вещи машинной вязки от Романовой действует скидка 20%. Но это уже осталось не так много времени действия этой скидки, поэтому поторопитесь, пишите нам, будем рады вас проконсультировать и подсказать, что именно подойдет именно вам лучше всего. Собственно, вот, возвращается наша модель. В новом прикиде. Длинный рукав, это лонгслив, да, то есть он на самом деле с лонгсливами. Очень удобный, для чего нужен вообще такой вот длинный рукав. То есть, ну, само по себе, то есть он выглядит прикольно, да, но и естественно рукам очень тепло. Вот, носить можно абсолютно по-разному, можно вот так вот его поднять, можно вообще рукав закатать, то есть вот конкретно там сделать такой небольшой какой-то вот, ну, одну руку сделаю так, вторую сделаю так, да, то есть так тоже оно будет выглядеть очень здорово, очень прикольно, три четверти. Естественно, все это можно носить швами наружу. Сейчас я чуть-чуть по-другому переоденусь и покажу вам и то, о чем я обещал про колорблокер. А вот, я прошу. Также скидмахера, это вот интересное изделие, тоже очень теплое. На самом деле, вот по сравнению, ну, вот именно похожие, не чем-то вот эти вот водолазки, которые сейчас на мне и на Андрея, ну, потому что это также из кидмахера, в одну ниточку машинной вязки, тоже такой вот симпатичный вот свитерочек. Ну, это очень классные вещи, очень удобные и очень теплые. Я вот сейчас стою вот именно в водолазке и в кидмахере, и в кардигане, обе вещи из кидмахера, и я чувствую, что мне жарко, аж хочется открыть балкон. Поэтому, ну, вот на такую погоду, на самом деле, идеальное сочетание, несмотря на визуальную легкость и даже полупрозрачность такую пикантную. Вот. Для тех, кто к нам только что присоединился, напоминаю, что сегодня у нас очень интересный гость, Надежда. И вот тем, кто досмотрит нас до самого конца, как всегда, мы предлагаем приятный бонус, 800 гривен сертификат на покупку наших изделий. Как там Андрей наш поживает? Бегу-бегу! Наша модель бежит. Поэтому ждем. Напоминаю, что все эти вещи были представлены этой зимой, в феврале, на Ukrainian Fashion Week. Мы там показали, принимать нашу первую мужскую коллекцию. Вот. Вот. Собственно говоря, так как это выглядело на Ukrainian Fashion Week, то есть, единственное, что я чуть-чуть сделал по-другому, я делаю шваны наружу. Вот. То есть, оно выглядит более таким рваненьким, более таким замечательным. Да. То есть, кстати, вот эту вот вещь можно купить как по отдельности, да. То есть, вот это вот. Да, или в комплекте. Да. Там точно даже, как в комплекте. Да. А вот. В комплекте, естественно, это все дело будет вам дешевле выглядеть. То есть, смотрите, ну, вот шваны наружу, мы были таким, ну, я не знаю. Даже не пикантный, более интересно выглядит, да. Вот. Тем более, что швы очень хорошо обработаны, и, то есть, можно носить и так, и так. Словно, как и задумано. Прошем, здесь оба изделия надеты швами наружу. Да, да. Я специально это сделал, да. Ну, я не знаю, насколько это видно. В общем, приходите, мы можем вам показать. Да. И вот это вот, собственно говоря, то, чем я говорил, о колорблокинг. Что такое колорблокинг, либо колорблокинг? Это сочетание цветов, ну, вообще, вот, мое личное мнение, это мракобесия. Вот, когда мы говорим о треугольниках цветов, о всяких там палитрах, обо всем остальном. На самом деле, это нужно визажисту. Но, есть такое понятие, как колорблокинг, и оно очень трендовое в этом сезоне. Например, в прошлом году было очень здорово смешение принтов, то есть, там, мелкий горошек с более крупным горошком, с цветочком, там, еще с чем-то. Вот, в этом сезоне это именно колорблокинг. То есть, возвращаемся. Есть определенные цвета, которые вот в каком-то там спектре должны между собой соединяться. В данной ситуации, желтый, ну, даже не желтый, горчичный, ну, будем называть, желтый и красный цвет. В принципе, они из одного спектра, но из разных частей этого спектра. То есть, красный это более насыщенный, желтый это более светлый. Вот, когда вы объединяете эти два цвета, у вас, ну, вот это именно и называется колорблокинг. Вообще, в одежде больше трех цветов не рекомендуется использовать, поскольку это будет, ну, очень тяжело подобрать. Хотя, я всегда советую делать это именно со стилистом, ну, несмотря на то, что все мы плюс-минус, рано или поздно мы обращаемся к этому колорблокингу. Покажу вам вариант вот именно колорблокинга, на мне черный низ, но на мне цветные носки. То есть, вот в данной ситуации, если мы говорим о законченном луке, это будет вот именно колорблокинг. То есть, вот ярко-синий цвет, не знаю, насколько его видно в камере, он сюда, то есть, он вообще из абсолютно другого спектра, но, если мы одеваем раз, два, три, вот, вот это вот именно колорблокинг. Здесь, например, можно одеть какую-то более яркую обувь, да, если мы оденем зеленую обувь, ну, понятно, если уже будут какие-нибудь там синие штаны, то уже будет какой-то там попугоинный цвет. Хотя, если эти синие штаны будут где-то перекликаться вот с таким цветом, то есть, они будут не совсем синие, какого-то бирюзового цвета, вот тут вот, ну, то есть, вот поэтому нужно обращаться вот в каких моментах к стилистам. Но, опять-таки, не бойтесь экспериментировать и приходите, мы все это покажем. Ну, вот это вот яркий пример именно колорблокинг. Я пошел дальше. Давай. Скоро Андрей покажет нам следующее изделие в рамках коллекции нашей мужской, которая была представлена на Лифовах. А тем временем, я вот так подумала, мы давно не говорили в рамках наших прямых эфиров о нашем собственном бренде. Для тех людей, которые недавно о нас узнали, я думаю, это будет интересная информация, узнать, кто мы, откуда мы и, в общем, как пришли, собственно, сюда. Нашему бренду насчитывается около трех лет. Вот, вообще, изначально идея появилась таким образом, что для нас это семейная история, имею в виду вязание. Оно переходило, словно, из поколения в поколение. От моей прабабушки к бабушке, от бабушки к маме, от мамы ко мне. И, собственно, сам бренд я назвала также в честь моей прабабушки, Надежды Романовой. Потому что те, кто знает меня, знают, что фамилия у меня, собственно, другая. Но, вот, таким вот образом эта вся история и произошла. И, вот, мы очень любим и вязать, любим создавать эти новые интересные модели, необычные. И всячески исполнять, там, допустим, ваши пожелания в индивидуальных заказах. Ну, то есть, вот это вот наша история и вот мы стараемся для вас. Как там наша модель поживает тем временем? Да, она поживает сейчас. Бежит, бежит. Ждем Андрея в новом изделии. И, ну, вот, давайте тогда продолжим. Напоминаю, что в скором времени мы покажем вам наш новый шоуру. Но вот об этом я расскажу позже. Андрей вернулся. Такая вот есть туника. Это тоже из последней коллекции. То есть, это мужская капсула отдельная. Всю, сегодня мы ее всю не покажем. Да, я подойду поближе. Я тебе могу просто отдам, а ты... А, ну, хорошо, я потом покажу. Да, более подробно расскажу. А вот, то есть, ну, на спину могу поделиться. Могу так, могу так, могу чему-то так. А вот, а, насек, тоже, опять-таки, я одел ее на голое тело. Сейчас я одену чуть-чуть ее по-другому, пока я тебе дам, чтобы ты рассказал, из чего это ты делал. А вот, мужская капсула, то, о чем я говорил, все мы вещи вам сегодня не покажем, потому что это реально нужно, там, я не знаю, полтора часа, это точно. Поэтому мы разобьем мужскую капсулу. Да, вот это, да. И, то есть, вот как бы вот эта вот вещь, ну, в принципе, мы о ней все рассказали, сейчас тебе ее отдам. Да, та, я скажу, вот эти туники. Ну, нужно кисти, кисти. Держи. Слушай, сегодня нас правда интересный эфир. Горячо-то как, а? Сейчас я ее выверну с изнанки и покажу вам поближе. Это вот такая красивая отвидовая ниточка. Ух, аж сбил Андрей меня с толком. Такая отвидовая ниточка. И вот я хотела обратить ваше внимание, это, скорее всего, не видно издалека, но здесь тоже есть такие легкие рваности. Ну, то есть, вот это добавляет тоже такой изюминки изделию, потому что, опять же, если вы смотрите издалека, вы этого не заметите, но если вы присмотритесь поближе к вязаному полотну, вы поймете, что с ним не все так просто. Ну, и за счет вот этих вот нитей внизу, асимметричного вот этого вот низа изделия, оно также все добавляет такой легкой пикантности. Ну, и плюс игра цветов. Можете увидеть, как эта отвидовая ниточка, вот сколько здесь разных сочетаний. Желтый, оранжевый, коричневый, даже темно-коричневый. Ну, то есть, вот, очень интересно это выглядит. И также в сочетании этой, эта туника может сочетаться с чем угодно. Вы можете точно так же на голое тело ее надеть, как показал Андрей, эффектно он показал. Можете надеть на водолазку, например, как... О, давай, возвращай. Да, тут дело не водолазку. Ну, хорошо, да, да, ты рассказывай пока, рассказывай. Я даже уйду через кадр, в другую сторону кадра. Сейчас Андрей покажет вообще очень интересное сочетание. Вы, должно быть, помните наши кардиганы, о которых я говорила еще в самом начале эфира. В кедмохировых длина метр двадцать. Их можно носить очень по-разному, о чем мы не устаем вам напоминать в ходе каждого эфира. Вот сейчас, например, этот кардиган под туникой. Передаю тебе слово. Да, реально очень тепло, и в данной ситуации это именно монохром. Да, я чуть поправила. Ну, ты же прям эфир, тут всякое случается. Да, если, то есть. Ну, да. Вот, то есть, это реально, то есть, сейчас у нас получился монохром. Если перед этим я говорил о колор-блокинге, то это больше вот именно монохром. То есть, коричневый мягко перекликается вот с этим цветом. Конечно, вы можете подниться, где тем более сейчас есть большой выбор. Можно надеть, например, желтый кардиган, еще какой-то кардиган. Ну, кроме всего прочего, что кардиганы не вообще незаменимые вещи в нашей жизни. Вот, кроме всего прочего, их можно абсолютно по-разному носить. То есть, покупая, скажем так, вот, допустим, вот этот кардиган с туникой, это, конечно, очень здорово и классно. Это очень интересное решение. Подойди поближе, пожалуйста, подойди для наших зрителей. Да, да, да. Ну, я не профессиональный. Ты очень классная модель. Вот я смотрю и понимаю, что мне еще есть чем учиться. Ой, очень, очень, как приятно. Ну что ж, давай тогда следующий образ. Да, я сейчас иду, одеваю следующий образ в это же самое время. Хочу дать отмашку. Давайте начинать нашу рандомную магию, кто выиграет наш сертификат. Да, напоминаем, давай ждем тебя. Напоминаем, что сегодня наш победитель получит сертификат на 800 гривен на покупку наших изделий. А также хочу напомнить для тех, кто не слышал вначале, что к моменту открытия нашего нового шоурума мы дарим скидку 20% на наши изделия машинной вязки. В том числе это и вот эти волшебные кардиганы, которые сейчас на мне, которые были на Андрея, на вот такие вот водолазки, которых тоже у нас есть множество в разных цветах. То есть поспешите, цена очень приятная, очень вкусная. И мы это специально делаем для вас вот к моменту этому торжественному. Сказать точную дату пока, к сожалению, не можем, но произойдет это точно в июне, когда я буду, когда мы будем знать точнее, вы обязательно это увидите у нас на страничке, поэтому следите за нашими анонсами. Вот вернулась наша модель. Я сегодня целый день голый хожу. Или практически голый. Это кольчуга. Кольчуга, она связана сейчас, да. Сейчас, я думаю, Надя расскажет лучше, из чего она связана и как она связана. Кольчуга тоже, это часть кольц мужской капсулы с Украиньян Фэшн Вик. Можно относить ее вот так, да, то есть, ну, как бы, на лето. А вот, я потом чуть-чуть по-другому ее одену, вот. Ты пока можешь рассказать, из чего она, то есть, а я пока покручусь. Да. То есть, видите, вот такой вот обрезанный низ, то есть, ну, при всем этом мы очень хорошо обработаны. Вот, поэтому, то есть, оно нигде не будет тянуться, и в то же самое время, то есть, и летом, и зубой. Ну, плюс ко всему, здесь есть еще место, если мы пошли куда-то поесть. Что тоже очень маловажно. Да, да, что не маловажно. Плюс, подойди еще чуть поближе, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы увидели именно этот легкий люрекс. То есть, ниточка такая вот с золотистым блеском. У нее очень интересный цвет. Ну, то есть, она такая вроде как и серебристая, и золотистая, но в то же время это выглядит очень, очень как, ну, это мягкое сияние, назовем так. То есть, это не прямо блестка на блестке. Оно, ну, вот именно, мне безумно нравится сама эта нитка и вот само изделие, которое получилось. То есть, увидите, что это такая сетка с легкими рваностями. Вообще, в последнее время я влюбилась в рваности, в вязаных вещах. Стиль гранш называется. Да, да, да. То, что рваны, это все гранш. Давай, отойдем назад. Да, я сейчас пока пойду что-то подписать, но мы ждем нашего гостя. Надежда у нас присоединяется. Нет, я имею в виду Надежда, гость наш. Да, я пока пошел по приличной этим. Да, мы с Надеждой тезки, поэтому случаются такие путаницы. В общем, сейчас Андрей к нам вернется, покажет финальный лук. А тем временем мы ждем Надежду, которая бизнес-куч, эксперт по тотемным стилям и принтам. Она расскажет лучше о себе. Вот мы ждем специально, чтобы она рассказала. Это очень интересный должен быть диалог. Поэтому вот ждем отмашки, как там у нас сейчас со связью. Убедитель есть. Что, что, что? Окей. Сейчас все еще ждем. Позвольте я на секунду. Ага. Надежда написала, что присоединяется к нам. Поэтому буквально пару секунд выйдет с нами в октябре. Надежда, поможите нам ручкой, чтобы мы могли отправить вам приглашение. Надюша, привет. О, здравствуйте. Очень рада вас слушать. Привет, привет. Да, да, да. У нас такое немножко заочное знакомство. Но я уже сидела и смотрела вот эти вещи вязаные. Восторг. Просто полный восторг. Такой респект, что просто, да, мне очень понравилось. Спасибо. Очень приятно слышать. Пока Андрей кому-то соединяется, расскажите, пожалуйста, о себе. Хорошо. Мне не очень хорошо слышно, поэтому, если будешь задавать, чуть поближе подойди. Хорошо. О, все, так лучше, Надюш, Надюш. Да, да, да. Расскажите немножко о себе, пожалуйста. Смотри, ну, я, такое слово есть одно модное сейчас. Фасилитатор – это помогатор, да, вот. Там бизнес-коуч там и так далее, и так далее. Вот. Но чем сейчас нам может быть интересно вот такое общение, тем, что я очень сильно люблю, люблю разные орнаменты. Вот. Эти орнаменты, они у меня реализуются в каких-то очень таких вот разных вещах. Вот, я, знаешь, сейчас просто покажу вот эту коробку, вот просто показываю ее, видишь, да? Это волшебные палочки, то есть одна из них тебе, одна из них моему уже, получается, коллегу и партнеру по прямому эфиру. То есть это уже подарки для вас. Лови, 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 лови. То есть вам по волшебной крыске, да, это символ этого года, и по волшебной палочке. Она, слушайте, она сумасшедшим образом волшебная, только получаешь руки, начинаются сразу чудеса. Там все по волшебному сделано. Вот. Так что, ну, знаешь, как это? Учим счастливой жизни, если этому можно научить, Надюша, да. Звучит очень-очень интересно. А скажите, вот из этих вещей, что вы сегодня вот увидели на сцене в эфире, что вам понравилось больше всего, просто вот так вот, из Любопульска? Ну, во-первых, Андрей еще не успел снять кольчугу, вернее, он ее уже переодел. Вот. Нет, я не переодел, я просто одел, скажем, вот так я... По-другому, да-да-да, одел по-другому, да-да-да. То есть мне уже давно нравится эта идея с дырками, очень давно. То есть она такая, знаешь, очень естественно натуральная. Поэтому мне кажется, что как будто бы она всегда была, но вообще очень классная. Вот. Вот эта кольчуга мне очень сильно понравилась. Ну и просто сама идея вот этих, знаешь, таких кольчужек. То есть это не, ну, в общем, это не жилетки никакие, это совершенно такой, такая трендовая штучка. Вот. Очень понравилась. Надежда, вы просто к нам приходите. Мы обязательно вас пригласим отдельно на нашу встречу, чтобы вас были рады видеть. Ну и просто приходите, мы вот это сработает. Найдем кольчугу, все что угодно. Ну, конечно, теперь уже... Точнее, я уже приеду, приеду, да-да-да. Да, да-да. И что еще разно хочу отметить, то все эти кольчуги, которые сегодня показывал Андрей, хоть это и мужская коллекция, на самом деле они прекрасно подарили и женщине. Да, да. Подобрать образ, стиль, ну, то есть кауда из этих вещей будет потрясающе, отрисально рассмотреться. Поэтому все это очень универсально и интересно. Приходите, смотрите, всегда будем вам рады. Ну, смотри, я... Вы так меня сильно не зовите, потому что я точно приду. Вот. И потом я еще очень люблю слоеные одежды. Вот, знаешь, когда люди одеваются слоями, и все это всюду так слегка потарчивает, кокетливо. Вот. Ну, или не кокетливо, просто как бы удобно. Вот. Такое, кстати, тоже есть. Да. Очень много разных слоев, да. Вот те же самые кардиганы, которые могут поставить, чем у нас, да, по-разному отбирать. Ну, тем временем, последний ревью тебя. У нас есть победитель. Ник Наталья Капустенко. Поздравляем вас сертификат на 800 гривен на покупку наших изделий. Ваш. Так что, ну, вот, здорово. Да, ура. Да. Ну, классно, да. Мои поздравления тоже победителю. Вот. То есть это здорово. Быть победителем прямо в обед, в пятницу, в конце недели. Да, такой малышный подарок. Донин, огромное вам спасибо, за то, что вы нашли сегодня время. Спасибо вам за волшебный палец. Сейчас будет болеть волшебство. Да, обыграетесь. Мы хотим напомнить, что Наталья, надежда, надежда... Нет, я смотрю на надежды, это какая-то природная судьба. Надежда замечательный бизнес-полч, поэтому пишите ей, она замечательный человек, я уверен, что она вам тоже подарит волшебную палочку. Победителем, победителем, да. То есть, хоть не всем победителем, да. Победителем чего-нибудь. Победителем чего-нибудь. А это вот. Спасибо вам большое за то, что мы нашли время. Ждем вас в нашу роли. А также, на всех наших подписчиков, пишите нам, спрашивайте. Возможно, вы хотите, чтобы вы сняли какой-то отдельный прямой эфир у чем-либо. Пишите нам тема, которая вас интересует. Да, мы обязательно это сняли. Еще раз поздравляем нашего победителя. Да, поздравляем, пишите нам взбираться. И забирайте свой приз. Напоминаю, это очень все время нам. Все, ребята, пока. Ну, пока, спасибо большое. Ну, пока, спасибо большое за то, что вы с нами. Да, и до следующей пятницы. Следите, мы здесь в телеграмме, мы здесь в инстаграмме, мы здесь в фейсбуке. Нас есть в текст-тоте. Я просто раз об этом говорил. Еще раз повторяю, не ищите нас там. Вот. Все, спасибо вам большое. И пока, до новых встреч. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok